Праздник Праздник был организован при поддержке первореченских предпринимателей, членов местного полицовета партии «Единая Россия». Сегодня как раз мы празднуем праздник мудрости, потому что пожилые люди, кто это? Это клад мудрости, знаний, которых нам, молодым, иногда не хватает. То, что у нас все вперед-вперед, есть много сил и энергии. И как раз хорошо, когда есть рядом мудрые люди, которые нас корректируют, наши действия. И я думаю, что чем больше будет эта взаимосвязь, даже на этих праздниках, общения, передачи этой информации, мы будем жить лучше. Ну, это праздник, одежда, хоть немножечко душу радует, народу и всем. Видите, и погода сама соответствует нам. Все нормально, мне очень понравилось. Чай очень вкусный, булочки замечательные. Я вот сама не пеку сейчас, но мне очень понравилось, очень вкусно. И очень весело, музыка такая. Видите, все танцуют, все весело, настроение хорошее. А это же очень много значит, когда хорошее настроение, тогда и здоровье хорошее будет. В первую очередь, это единственный день, когда вот пришел сюда, я встретил кого-то, кого давно не видел. Ну, и знаете, хоть как-то немножко повеселей на душе в нашей серой жизни. Вы знаете, нравится, что есть возможность у людей пожилого возраста вот так вот встретиться и здесь потанцевать. Я смотрю, бабульки развеселились, танцуют, вспомнили молодость, потому что мы очень много танцевали раньше. Спасибо нашему правительству и нашему первореченскому, первореченской администрации за внимание такое к нашим людям. Это большое значение имеет для пожилого человека. А как вы заботитесь о своих дедушках и бабушках? Что вы для них делаете? Мы помогаем им по хозяйству. Ну, звоним ему, спрашиваем, какие у них дела, если они далеко от нас. Лично моя позиция, как ты относишься сегодня к пожилым людям, так потом, когда ты станешь пожилой, будут относиться к тебе. Потому что твои дети видят, как ты относишься к своей маме, к своему папе, который уже пожилый. Также они будут относиться к тебе. И советуем нашей молодежи, больше уделяйте внимание своим родителям, своим бабушкам, дедушкам. Начните со своей семьи. Узнайте, как здоровье. Да даже прямо сейчас, увидев сюжет, просто наберите и поздравьте их с праздником. 14 декабря 1990 года Генеральная ассамблея ООН постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей. Сначала День пожилых людей стали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 90-х годов уже во всем мире. Первореченский район города Владивостока каждый год радует пожилых людей концертом и солдатской кашей. По словам Павла Гетмана, члены местного полицовета партии «Единая Россия», сейчас они налаживают взаимодействие с клубом пожилых людей, с организациями «Дети войны», ветераны морской пехоты и ветераны Великой Отечественной войны. Главная цель – наладить общение молодого и старшего поколений, сделать все возможное, чтобы пожилые люди не чувствовали себя одинокими. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...